В этом году в системе ЕГЭ нет тестовой части уже в четырех предметах – русском языке, математике и литературе. В следующем теста не будет в экзаменах по обществознанию, географии, истории и информатике. Таким образом, ЕГЭ станет письменным экзаменом, гарантирующим проверку знаний школьников, а по иностранным языкам сохраняется устная часть. Также, как и в прошлом году, выпускники могут выбрать уровень экзамена – базовый или профильный, и по-прежнему обязательными остаются русский язык и математика. 24 балла по русскому языку для получения аттестата, и сдача математики на базовом уровне гарантирует получение аттестата. Остальные предметы, минимальное количество баллов не увеличивается, и в зависимости от того или иного вуза школьник до 1 февраля должен определиться с предметами по выбору и написать заявление в школе для того, чтобы сдать единый государственный экзамен. ЕГЭ было введено в 2008 году. За это время некоторые технологические элементы в региональных центрах обработки информации уже устарели, поэтому сейчас проводится их мониторинг по соответствию современным условиям. Так уже в следующем году будет расширена технология печати экзаменационных материалов в пункте проведения экзамена. Это исключает человеческий фактор в доставке экзаменационных материалов, и вводим технологию сканирования экзаменационных материалов, ответов учащихся сразу после экзамена. Это тоже потребует некой модернизации региональных центров обработки информации, но это полностью исключает человеческий фактор после проведения экзамена. Эти вопросы как раз и обсуждают в ходе серии окружных семинаров. Такие встречи с министром образования России уже прошли в Якутии и Новосибирске. Сочи стал третьим пунктом, где региональные министры могут не только узнать о последних новшествах в системе образования, но и провести индивидуальную беседу с Дмитрием Ливановым. В ходе сегодняшнего совещания представители ЮФО и Крыма также обсуждали вопрос введения всероссийской проверочной работы по окончанию начальных классов. В следующем году такие контрольные, разработанные на федеральном уровне, будут добровольными, а через год эта система войдет в штатный режим. Кроме того, участники анализируют результаты осенней волны ЕГЭ и принимают решение о целесообразности проведения экзамена в этот срок. Следующий семинар состоится в Уральском федеральном округе. Завершится серия таких встреч в конце года. Продолжение следует...